Торт Марленко готовится на основе медовых коржей. Но есть один нюанс. Если в обычном медовике замешивают густое тесто и коржи раскатывают, то здесь все по-другому. Считается, что автор этого торта некий Геворг Аветисян, хозяин кафе, который готовил торт по старинному армянскому рецепту. И назвал он его в честь своей дочери. Так это или нет уже не важно. Главное, что торт действительно очень вкусный, нежный и мягкий. Буквально тающий во рту. При этом достаточно недорогой, что тоже хорошо. Рецепт простой, хотя повозиться придется, как с любым тортом. Но вы не пожалеете. Для приготовления торта Марленко возьмите следующие продукты. Мед, яйца, муку, сливочное масло, соду, молоко, сахар, вареное сгущенное молоко. Приготовьте тесто для коржей. В миску выложите сливочное масло и сахар. Добавьте мед. Постоянно помешивая, растопите мед, сахар и масло на водяной бане. Соду погасите лимонным соком или уксусом. Добавьте в тесто. Добавьте яйца и хорошо взбейте. Всыпьте молотую корицу. Постепенно добавьте муку. Замесите тесто по консистенции, как негустая сметана. Оно не должно быть очень жидким, но и не очень густым. Разделите тесто на пять частей. У меня получилось по три столовых ложки с горкой. Выложите порцию теста в сковороду или форму для выпекания, застеленную пекарской бумагой и распределите ровным слоем. Выпекайте в духовке при температуре 175-180 градусов 10 минут. Столовая лька потребуется на первый корж. Остальные коржи будут выпекаться быстрее. Хотя все зависит от вашей духовки. Готовые коржи обрежьте. Сварите крем. Для этого молоко налейте в кастрюлю с толстым дном. Поставьте на плиту. Отдельно в мисочке смешайте два желтка, 50 грамм сахара и три столовые ложки муки. Добавьте несколько столовых ложек холодного молока и перемешайте. Комочков не должно быть. Когда молоко начнет закипать, влейте в него приготовленную смесь. Постоянно помешивая, доведите крем до загустения. После охладите. Добавьте в заварной крем вареное сгущенное молоко. Взбейте крем миксером, готово. Поставьте его в холод. Смажьте коржи кремом. Из обрезков коржей сделайте крошку и посыпьте ею торт. Украсьте торт по своему вкусу. Я полила растопленным шоколадом. Приятного чаепития.